В Таджикистане WhatsApp и Viber станут платными. В России осуждены граждане Таджикистана. Узбекистан. Против главы службы госбезопасности возбуждено уголовное дело. Узбекистан. Против главы службы госбезопасности возбуждено уголовное дело. Жители Таджикистана скоро начнут платить дополнительные налоги за использование таких мессенджеров, как WhatsApp и Viber. Таджикистане налоговики в ближайшие месяцы предоставят законопроект на одобрение правительства о налогообложении голосового трафика мессенджеров. Об этом журналистам сообщил председатель налогового комитета Таджикистана Насратулло Давладзада. Речь идет о взымании платы у населения за предоставление дополнительных услуг, а именно при использовании голосового трафика мессенджеров. Отметим, что сегодня, как и во всем мире, в Таджикистане быстрыми темпами растет популярность различных мессенджеров, которые привлекают людей как экономией, так и безопасностью. Особенно это актуально для жителей стран Центральной Азии, миллионы из которых находятся за границей в трудовой миграции и не имеют другого доступного способа поддержания связи с родными. В прошлом месяце налоговый комитет потребовал у операторов мобильной связи посчитать каждую минуту разговора абонентов через Viber, WhatsApp, IMO и другие мессенджеры и в соответствии с этим платить налоги в бюджет. Ведомство также потребовало у компаний мобильной связи повысить тарифы на звонки через мессенджеры, которые были запущены вместо сети следующего поколения Next Generation Network – NGN. Стоит отметить, что согласно анализу Всемирного экономического форума WEF Global Competitiveness Report, Таджикистан входит в число стран мира с самым высоким налоговым бременем, которое обычно бывает только в странах с высоким уровнем доходов населения. И это при том, что в Таджикистане В России средняя заработная плата в больших городах равняется 100-120 долларам в месяц, а в маленьких городах или в селах – 60-80 долларов в месяц. Кроме того, вводя данный налог, власти, кроме прямой экономической выгоды, очевидно, ожидают достигнуть и внутриполитические цели, а именно снижение активности в неконтролируемом ими сегменте интернета. Ведь ни для кого не секрет сегодня, что революции в мире последних 10 лет начинались именно с призывов в интернете, социальных сетях и мессенджерах. В России по сфабрикованному уголовному делу осуждены очередные граждане Таджикистана. В Москве к 15 годам тюремного заключения приговорены двое выходцев из Таджикистана. По сообщению РИО Новости, Бахтиур Махмудов и Зафархон Рахматов осуждены якобы за подготовку теракта в торговом центре Эдельвейс в подмосковной Балашихе. Суд состоялся 11 февраля в Московском окружном военном суде. Обвинитель сообщил, что таджикистанцы примкнули к запрещенной организации «Исламское государство» в 2015 году и должны были совершить по ее приказу два теракта. Напомним, что на сегодняшний день в российских тюрьмах отбывает срок свыше 10 тысяч таджикистанцев, часть из которых осуждена по статьям о терроризме, по сфабрикованным уголовным делам, также десятки граждан Таджикистана находятся под следствием. Так, например, 43-летний гражданин Таджикистана Рахман Ходжаев Зикрул Лохон в 2014 году был осужден на 7 лет по сфабрикованному уголовному делу за якобы подготовку государственного переворота в России. 13 декабря 2018 года коллегия Московского окружного военного суда под председательством Игоря Семина на выездной сессии в Вологде осудила Рахман Ходжаева по новому делу. Оно было квалифицировано по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Участие в деятельности террористической организации. Путем частичного сложения приговоров суммарный срок составил 14 лет 6 месяцев особого режима. Рахман Ходжаев был признан правозащитным центром «Мемориал» политическим заключенным. Какая тебе разница? Что значит, ты спросил, за что? За что? Что ты такой, чтобы спрашивать? Я гражданин Россия. Иди в прокуратуру, спрашивай, а не у нас. Вот и иди. Наблюдатели отмечают, что выходцы из Центральной Азии уже давно стали в России расходным материалом в деле получения звездочек сотрудниками российских спецслужб и для оправдания бюджетных средств, выделяемых на борьбу с терроризмом. Мирзияев избавляется от команды покойного Каримова. В СМИ появилась информация о том, что в отношении 53-летнего Ихтиора Абдулаева, покинувшего пост председателя службы государственной безопасности 11 февраля, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет Central Asian Org. Источники, приближенные к правительству Узбекистана, на условиях анонимности сообщили журналистам, что Ихтиор Абдулаев, руководивший службой государственной безопасности Узбекистана, был снят с должности вслед за возбуждением уголовного дела и ареста десятка своих подчиненных. По информации источников, уголовное дело в отношении Абдулаева было возбуждено 8 февраля этого года. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, злоупотребление властью или должностными полномочиями, 210, получение взятки, и 211, дача взятки Уголовного кодекса Узбекистана. Напомним, что чистка влиятельных фигур из числа старых чиновников, из команды Каримова, началась сразу же после смены президента в Узбекистане и продолжается по сей день. Аналитики отмечают, что Мирзияев делает это для предупреждения потенциальных угроз, исходящих от влиятельных функционеров режима Каримова. Ожидается, что данная тенденция в будущем наберет обороты, и эксперты не исключают того, что даже бывший председатель СГБ Рустам Иноятов может оказаться за решеткой. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин